Здравствуйте, дорогие зрители! Совсем недавно на моем канале выходило видео в контексте передачи Наречена для Тата о том, какие могут быть сложности в построении отношений с мужчиной с детьми. А именно, самой большой проблемой есть отношения между новой мамой и ребенком. Как же все-таки найти подход к этому ребенку, я сейчас вам расскажу. Обратимся к народной мудрости. Во многих народных сказках и в славянских, и даже в мировых мачеху показывают как негативного персонажа. И это не просто так. Потому что обычно мачеха, конечно же, недолюбливает детей своего нового партнера. Поэтому будьте очень осторожны перед тем, как становиться мачехой. По сути, мачеха воспринимается в обществе как монстр, как ведьма, как главный враг главного героя. Но как же все-таки избежать ошибок и не быть монстром? Мало того, что отец с ребенком – это семья, а мачеха приходит в эту семью, в их социум. Очень часто в модели семьи изгои – это или же мачеха, или же отчим. Просто потому, что отец и дети – это уже члены семьи, и вы приходите в сформированную семью. Как же все-таки в нее влиться, чтобы для себя было хорошо и детей не травмировать? Начну с вот такого момента. Пережить собственный развод намного легче, нежели развод родителей. И это нужно понимать. Если вы уже готовы к построению новых отношений, то это не значит, что ваш ребенок готов к тому, что вы будете строить новые отношения. Тем более, если вы вдовец или вдова, если вы уже смогли пережить потерю близкого вам человека, то это не значит, что ваш ребенок тоже к этому готов. Вы можете уже через год снова выходить замуж. А если ваш ребенок не очень маленький, не совсем манюсенький, 3 годика, который примет новую маму, и не взрослый, которому 18 лет, и ему в принципе все равно, с кем вы строите отношения, для него это не так травматично. А если ваш ребенок где-то 10-летний, 8-летний, 12-летний, то ваш ребенок уже все понимает, и ему, конечно же, будет болеть дольше, чем вам. Поэтому первый пункт – это не спешить. Не спешить знакомить с вашим новым партнером, не спешить его показывать и поговорить перед этим, готов ли ваш ребенок к тому, что у вас кто-то появится. Пункт второй – если вы мачеха, не навязываться, не пытаться стать мамой, не пытаться заменить маму. Постарайтесь быть другом в первую очередь. Главнее даже не дружба, а не навязчивость. Если ребенок на вас реагирует агрессивно, не хочет с вами общаться, стоит, молчит, убегает, не бегите за ребенком, не заставляйте его с вами дружить, не навязывайте ему подарки, игры, тем более не командывайте, как ему себя вести. Только ребенок проявился как-то негативно, отстранитесь, отойдите. Это не ваша территория, это жизнь ребенка. Он не хочет, чтобы вы в нее входили. Не входите. Вас оттолкнули – отдаляйтесь. Не совершайте над ребенком насилия. Очень важным моментом есть – не заставляйте ребенка ревновать. Если вы пришли в семью к мужчине, и у вас с ним хорошие отношения, а у него растет девочка от первого брака, то не нужно при этой девочке целоваться с вашим мужчиной, обниматься, показывать, что вы хозяйка этого мужчины, что вы его партнерша. Не нужно заставлять ребенка ревновать. Отстраняйтесь. А тем более, если вы ревнуете к ребенку, то вам точно нужно поработать над собой. Значит, вы не готовы вступать в отношения с этим мужчиной, если вы ревнуете к ребенку. Ни в коем случае не создавайте ситуацию конкуренции. Не говорите таких фраз. «Вот мне тоже папа подарил куклу. Видишь, мне больше куклу подарил». Это как понимать? Это какой же глупой нужно быть, чтобы конкурировать размером кукол с ребенком? Все куклы дарятся ребенку. Вы женщина. Вы должны показывать женский пример, женское поведение. И когда уже время пройдет, у ребенка смягчится сердце, вы сможете уже просто потом включать девочку в чисто женские занятия. Но это уже через время. Если ребенок наконец-то вас пускает, например, подходит девочка и спрашивает, «А дайте мне просто 5 гривен, я куплю там что-то в магазине». И если ребенок видит вас одним из родителей, то ни в коем случае не упустите этот момент. Дайте ребенку вот эту родительскую функцию. Если вы это упустите, вас потом никогда не примут. Если вам нравятся мои видео, подписывайтесь на канал. Жду от вас в пальчики вверх. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok